Украинская певица? Тебе как вообще с этим статусом живется? Ну я себя никогда не... Знаешь, я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в Виагру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть я изначально, вот 16 лет назад, я начала гастролировать, я гастролировала по всему СНГ, по всему миру. Ну, мы можем сделать Яндексу официальное объявление, чтобы они переписали с украинской певицей на певицу или на российскую. Деньку с позаранку, подарую милому выреживанку. Бери мій соколику и не сердце... Хорошо, я понял, что старшая очень хорошо говорит по-английски. А по-украински она, например, разговаривает? Она что-то учит, она знает какие-то слова смешные, мы с ней разговариваем. А, она начала шокать. А шо такое говорит? Я говорю, что ты там делаешь? Она говорит, а шо такое? Ты козявка какая-то маленькая. Ну, по-украински так и не разговаривать бы, что у нас, по сути, не с кем. Потому что я из Киева, а сама я исторически из Томска. У меня бабуля и дед Оля живут в Томске до сих пор. И тетя моя, привет. Ну, может быть, вы будете смотреть. Поэтому, как бы, я русская, я в Вильне владею украинской мовой, мы же с вами поразмовлят, и АЛЭ, я все обожаю это. У вас позиционирование при этом украинской, да, певицы? Написано украинской певицы? Нет. Вообще, меня уже тысячу лет не называет никто украинской певицей. Меня даже не размещают ни в одной украинском рейтинге украинских певиц. Меня это все время так это беспокоит. А, беспокоит все-таки, да? Ну, конечно, там проводят конкурс «Самая красивая украинская певица». Я смотрю, значит, 50 девочек, а меня там даже не размещают. Я спрашиваю, чего? Они говорят, а ты же тоже не украинская. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Скажите, пожалуйста, вот в правах тебе не написано, что вы украинская певица. Ну, потому что коллектив. Ну, потому что коллектив, да. А вот вы себя ощущаете, как вот, если вам надо было выбрать, я понимаю, что раньше было проще. Советская певица представляет все республики. Вот если бы выбор стал украинский или российский? Вы российский? Ой, слушайте, ну, я всю жизнь жила в России. Да почему же сложно? Я всю жизнь жила в России и в Украине, в принципе. В Украину я попала впервые, наверное, ну, после 20 лет. Ну, какая я украинская. Хорошо. Спасибо. О, спасибо. Спасибо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Хорошо. А как вы относитесь к тезису, что украинская музыка гораздо более напевная, и там гораздо богаче, в этом смысле, потенциал этого языка? Нет, я так не считаю. Нет? Нет. Она не напевная. Украинская музыка – это русская музыка, по сути. Ого! Конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, это южно-русская музыка. Помнишь, был фильм в августе 44-го, я музыку писал, и там был один человек, который говорит, что южно-русский диалект. Помнишь текст такой? Украинская история – это южно-русский диалект. Это южно-русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект государственный. Вот они его так видят. Я бы к этому относился по меньшей мере с уважением. С уважением. Ну, сделаем ей хорошо. На мой взгляд, зря. На мой взгляд, зря. Но это мой взгляд. Я частное лицо. Аплодисменты и словами скажем начальству, у которого прекрасно и вкусно артистам. Спасибо! Спасибо! Спасибо!